Ребята, здравствуйте! С вами Валерий Болсыновский. Сегодня мы поговорим о теме, когда вы пишете, вроде код понимаете, а на самостоятельное писание кода, как правильно сказать, не можете выйти. Я приведу пример, буквально моментальные изменения я начал видеть Александра. Сейчас, секунду, соображу. Я видео не готовил, так что, в принципе, все на слух. Идею, главное, уловите. Вот смотрите, код сейчас смотреть не будем, в школе достаточно кода, только как домашние задания. Классы, да? Абсолютно верно. Вот Саша пишет. Основу Python знаю. Какие-то приложения пишу на Django. Хотелось бы глубже понять, ООП, метаклассы, действительно понимать, легко проектировать, находить взаимосвязи, выстраивать системы, отображать их в коде. Двумя словами, мыслить объектно. Ребят, вот это вот очень правильно, да, человек Александр, да? И ведь эту ошибку дублируют, ну, очень много людей. И вот давайте разбираться, в чем эта ошибка. Возможно, мои рекомендации помогут вам. Сначала я бы хотел, чтобы вы посмотрели, да? А потом мы уже зачитаем все основное, да? Вот я вот посмотрел. Сначала говорим об отношении. Отношении. Когда это Котлин, мы коснемся, да? Мы хотя бы будем говорить и о Python, а Котлин... Так, секунду. Сейчас я соображу, что хочу сказать точнее. Сначала давайте вот посмотрим такие вещи. Само выполнение. Вот здесь еще было недостаточное выполнение. Сейчас поймете, о чем я говорю. И в конце концов поймете. Просто слушайте нить событий. Нить событий. Сейчас, 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 сейчас. Долговатое будет, сразу говорю, видео. Вот смотрите. Вот мы изучаем Python. Но нас не удовлетворяет, как мы движемся. Нам надо вот такой вот рывок. И я хотел бы сейчас в этих уроках затронуть. Вот, наконец-то, вышел на ту мысль, да? Ну, нет времени сейчас готовить уроки. Мысль просто доведу. Вот это скачок, да? В принципе, если говорить словесно, то на данном этапе, на данном этапе, сейчас я выключу видео, вот цели свои для вас сформулирую. Так вот, смотрите. Вот это отрезок времени. Теперь важно. Когда говорю важно, значит, надо, если в руках чашка кофе, поставить ее. Если сигарета, то положить на пепельницу. И просто, если кто-то в комнате с яростным лицом вытолкнуть, сказать не мешает. Ну, это шутка, да? Не надо никого обижать. Но сосредоточиться. Ребят, смотрите. Я хочу, чтобы важно, вы сейчас поняли. Вот это внизу, да, у нас отрезок времени. И, в принципе, зависит только от вас, да? Насколько быстро вы начнете понимать в языке. Как правило, изучение языка зачастую процесс вялотекущий. Почему? То есть, человек может долгое время находиться на уровне «понимаю», да? Но код писать не могу. Ну, да, по примерам, вроде как понимаю. Нам надо выявить причины, по крайней мере, первичные, да? Потому что все можно выявлять, только, по сути дела, вот, допустим, в данном случае просто получилось так, что Александр начал делать, то есть увидел где-то свои ошибки, начал делать. То есть, дело пошло, сразу двинулось, да? И мы эти причины выявим, да? Только я буду рассказывать, возможно, долго, возможно, нудно. Ну, кому не интересно, просто выключите, там, скажите, ну, дурак-то и все. И идите своей, как говорится, дорогой. Но кому интересно, все-таки, послушайте мое мнение. Потому что, ну, не одна сотня у меня начала людей программировать. И причины я вижу. Тем более, все это я проходил как-то и в себе внутренне, да? Вот эти причины все. Хорошо. Ситуация частая. Теперь давайте где-то я буду открывать почту. Мы остановились на примере, да? Код не надо сейчас совсем поменять, понимать. Надо понимать просто трактовку. Если вы начинаете писать код и понимаете, что вы чего-то недопонимаете, то первое, что надо сделать, вот сейчас мы пойдем по путям, да? Где-то домашнее задание. Спасибо вам за уроки. Для человека, который начинает писать код, это очень плохой пример. Отсутствуют комментарии, да? Сейчас поймете. Записываем себе. Записываем себе. Вот это, вот это, очень плохая привычка. То есть, что происходит в данном примере, если посмотреть на код. Чтобы вы... Сейчас я прервусь, я подумал немножко по-другому. Сейчас я прервусь, мы там остановимся, да? А потом начнем рассматривать причины. Все-таки я немножко по-другому буду сейчас рассказывать. Наверное, надо сначала объяснить, а как... Нет, давайте так пойдем. Ладно, уловите. Ну вот. Java различает примитивные ссылочные типы. Это домашняя переменная примитивная, например, int. Дальше, дальше, дальше вы увидите. Александр, это плохое объяснение. Вроде верно, но очень мутно. Вижу, не разобрались. В принципе, вот на этом этапе я понял причину, почему у Александра что-то не получается, да? На самом деле, давайте посмотрим, как Александр начал исправлять эту причину. Причина была в том, что были сформированы неправильные привычки изучения языка и неправильный подход. То есть, что получается? Получалось следующее. Вот нам вот здесь надо, да? Вот Александр шел, шел и получается все время топтался на месте. То есть, эта кривая могла продолжаться и никогда не поднялась, пока Александр бы не изменил свои действия. И это касается абсолютно всех людей. Тогда стоит очень нормальный вопрос. А как должны быть изменены действия? Вот. Это правильный вопрос. Давайте посмотрим, что начало происходить с Александром. Вот я им пишу. Если хотите докопаться до утра и понять глубоко, рекомендуется следующее. Нельзя опираться на книги, где дана только общая информация. Опираться нужно на документацию и командную строку. Вы себе сейчас вот остановите и возьмите лист бумаги. И сейчас уже запишите командную строку. И потом себе в течение этого урока дополняйте то, что я буду говорить о командной строке. В разных местах я буду говорить по-разному, у вас сложится картина. Запишите командная строка и запишите первую истину. Запомните, ребят. Вот пока вы не начнете работать с командной строкой, независимо в каком языке, значит до тех пор вы не будете понимать ни доки, ни писать код. Эта причина очень простая. Во-первых, вся документация составлена так, что отражается в командной строке. Во-вторых, командная строка в документации или где-то всегда отражает основное действие. Ну, например, чтобы вам было понятно то, о чем я сейчас говорю. Ну, вот я открою сайт Джанго. Вверху здесь определенная модель, да, часть модели. Далее идут тоже определенные модели. И далее идет командная строка. Ну, вот смотрите. По сути дела, всегда командная строка отображает, отображает, как правило, то, что нам надо сделать с определенным объектом. Зачастую эти объекты, как правило, в базе данных. Но, грубо говоря, выборка объекта, да. А вот смотрите. А новичку, новичку, вот это вот очень неудобно. Почему? А потому что не работает то мышление, которое должно быть развито у программиста, да. Дайте я себе запишу сейчас. Ладно, буду говорить. То есть, что это за мышление? А то, что новичок всегда пытается просто написать сразу функцию. Иными словами, иными словами. Иными словами. Возьмем сейчас конструкции, да. Вот у нас вся функция, да. И там пошли примеры. То есть, по сути дела, аббревиатуры. В командной строке показывается нечто, а потом уже вывод, да. Так вот, а в командной строке, как правило, мы, и здесь как раз таки и нету, да. Мы всегда отображаем то, что будет происходить с базой данных. То есть, самое важное, выборка объекта, либо там сохранение. А все остальное, программист, уже смотря на документацию, должен достроить голове. Для этого, я говорил, в школе есть уроки, такой инструмент, как Юпитер, Джупитер, да. То есть, вот в нем надо тренироваться. И новичок, конечно, ему надо видеть всю функцию, а не только там выборку этого объекта. От этого начинает уходить. В принципе, зачастую, часто человек не понимает, зачем это делать. Да все очень просто. Ребят, все очень просто. Вот это есть выборка объекта, да. В данном случае, вообще, создание объекта здесь показано. Но, теперь давайте вот подумаем, да. Ведь можно же было написать полную функцию. По сути дела, ну, писать там, типа, Ну, само собой, там, да. Дев, название функции, реквест, дальше наше действие, дальше сам вывод и так далее, и так далее. Так, ребята, смотрите, сейчас я буду говорить как аксиому. Вы можете это принимать, можете не принимать. Если вы не примете просто вот эту аксиому, я вам сейчас говорю аксиому. Начните работать с командной строкой. Вот я вам говорил, помните, пометили, да, себе командная строка. Сейчас вы дописали, начать работать. Сейчас многое я вам не расскажу. Хотя я мог бы там лекцию, там, наверное, несколько часов рассказывать про командную строку, но мы в школе это будем делать на коде практически постоянно, да, потому что я принял это решение. Но я вижу, что ребята уже пошли это делать. Так вот, запомните, работа с командной строкой, это и есть понимание нутра любой библиотеки. Просто-напросто, пока непривычно. Поэтому первый шаг это начать работать. Все пока. Теперь, смотрим дальше. Была выявлена проблема, и это проблема у многих ребят. В чем плюс Александра? А он, он. Понимаете, вот как Сережа Асачи, да, вот смотрю, у этого парня тоже у Александра пошло. Вот Сереже говоришь, он делает. Понимание у него приходит потом. А зачастую вот, когда сразу отвечу на вопрос, почему я помогаю здесь, да. Нет, ребята, здесь я помогаю на самом деле всем, кто делает все домашние задания в группах. И тогда по коду видно, да, что можно помочь. Я не выбираю там Василий, Петр, там Михаил или Маша. Я смотрю по домашним заданиям. Кто делает, я там помогаю. Потому что думаю, то, кто не делает, тоже почитают и что-то возьмут. И я вам показал настоящее домашнее задание, где видно, что человек действительно разобрался. Оно даже, по-моему, есть вот оно. Здесь мои записи и записи Дмитрия Нага, да, который разбирался с формами Джанго. То есть разъяснен каждый кусочек кода. Ребят, вот теперь запишите. Вот это вы должны делать себе. Мы в конце приведем к общей формуле, да. Так все-таки, первое то, что тормозило, вот она точку. Эту точку определяет только сам человек. В данном случае сам Александр или ребята, которые смотрят видео. Можно далее. Далее. То есть у Александра получалась следующая ситуация. Он ловил суть, но не вдавался в подробности. И отсутствовали еще действия, которые будут названы позже, да. На самом деле, когда мы идем и хотим быстрее, это нормальная практика. Но на самом деле, это процесс медленный и процесс никуда. А когда мы начинаем разбираться досконально, это процесс быстрый. Да, вроде нам кажется, досконально мы теряем время. Нет, мы его тогда инвестируем. Надо понимать разницу между потраченным временем и временем инвестированным. Почему, ребята? Потому что на самом деле в языке не так много надо изучить. Ну, типа объекта. Ну, тут у одном 4, в другом 5. Там списка словари, где-то там массивы. Их не так много, да. Там операции, работа с функциями, с классами. Ключевых, базовых вещей очень мало. Но они должны быть разобраны. И вот дальше я потом в конце остановлюсь еще. Понимаете, есть базовые вещи, типы данных, функция. Мы как раз этим и закончим, не переживайте. Эти вещи, даже если человек новичок, он должен делать сегодня до посинения. Нет базы, ничего не будет. Ладно, пойдем дальше. Будем смотреть, как меняется картина. Это Сережа тут делал. Ага, во. Вот тут он понял. В отличие от моего, у Дмитрия разбор детальный. Сейчас переделаю и оформлю так, чтобы было понятно всем и вся. Ну, здесь я для себя, с одной стороны, подумал. Вот это неправильное отношение. Да, было сначала у Александра. То есть, по сути дела, вот этот подход, да, неправильный. Вот я понимаю, другие не понимают. На самом деле, я-то пытался достучаться до него, да, что надо делать так. А сам для себя подумал. Хорошо. Ну, будет дело, значит, буду дальше работать. Ну, не будет делать, ну, что я буду тыркаться. Я просто тогда перестаю давать советы, а даю другими. Рано или поздно человек все равно доходит. Я ему пишу следующее. Александр, у вас все получается. Просто я вижу, вы себе не даете вникнуть именно в базовые вещи. Поэтому я, как могу, мягко пытаюсь вас поправить. Вы же получили ощущение от языка, что вроде знаете, а вроде нет. У вас быстро соображает голова, вы достаточно старатель, но проблема кроется, она частая. В данном случае вы не обращаете достаточно глубокое внимание на базовые вещи. И в принципе, ребята, это основная причина большинства людей. Это ощущение, когда человек, допустим, год занимается программированием, а потом его программирование состоит из поиска кусков кода в интернете и поиска этих ответов. То есть, по сути дела, человек приходит к такому методу программирования. Это этапный метод, не надо пугаться. Когда код вижу, понимаю, но писать не могу. И это будет длиться до тех пор, пока обучающийся не меняет свое отношение и тактику изучения языка. Если вы это поправите, то получите иной результат. Так все идет нормально. Просто нужно постараться себя приучить в базовых вещах разбираться досконально. В этом и секрет Осачева Сергея. То есть, базовые вещи недостаточно просто понимать. Их нужно прописать столько раз, чтобы они вам мерещились. Только за этим придет понимание. Многие упускают этот момент, довольствуясь тем, что понимают принципы. Это и есть ошибка, ребята. А ведь большинство, вы спешите, да? Ребят, спешите. А куда? Вопрос. Я же вам сказал, что базовых вещей в языке не так много. Вы можете не выполнять мои рекомендации. Просто когда я вижу, что человек делает, а вы делаете, стараюсь подсказать. У меня свои цели. Мне важно, чтобы просмотренный материал был полезен будущим программистам. Это абсолютно правда. У школы есть интересная особенность. То есть, если вы пишете что-то в грубе, пишите так, чтобы это было почитать. Человек другой почитал и понял. Либо обогатился, да? Так, молодец. Дальше я пишу. Вот тут я Сереже давал совет, да? Притормозите в формах. Посмотрите, что проделал Дима, да? Потому что это другое. Так. Дальше вижу, что Александр все-таки задумался над моими вещами. Спасибо же за ваши ценные советы. Я работаю над этим. И вот, бац, бац. Мы видим, наконец-таки, наконец-таки, слава богу, Александр именно начал разбираться. Новое домашнее задание. Помните, которое я показывал? Там была одна строка. В идеале, в таком ООП, как Java, все сущности, в общем, грубо говоря, это идет в сравнении с Kotlin, да? По сути дела. Но расписывается Java. Но расписан вопрос очень досконально. То есть, показан код, прочитав, да, можно действительно, и я вижу, что в данном вопросе он разобрался. Ну, вот я пишу. Ну, 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 можете же. Вижу, убрался тот задавака. Тон задаваки. Вижу перед собой нормального человека, показывающего пример. Так приятно. Ну, можете же. И энергия пошла вдруг в направлении. То есть, сами разобрались, и люди будут благодарны. Так и начинается ими делаться. Молодец. Не знаю, куда ушел этот парень Забияка, но все же вижу подающего серьезные надежды программиста. Ну, так почитал ваше задание, а так настроение на вечер и подняли. Потому что вчера выдавали информацию, а сегодня знания. Ребят, пока вы не поймете вот эту разницу, да, между информацией и знаниями, ничего не сдвинется. Вот вижу, Александр это понял. Сергей Асачи этот понял. Миша Беляковский, от кого я знаю, это понял. Ну, и другие многие ребята, да. Есть информация. Сделал, понимаю наполовину. Есть знания. Разобрался в опросе досконально. Это уже знания. То есть, это уже знания, которым можно размышлять. Дальше от меня пошла рекомендация просудировать ребятам это домашнее задание. О, и вот тут момент истины. Все так. И разница в том, что в тот раз время было потрачено в этот инвестирование. Инвестировано. Движемся дальше. Очень приятно, когда человек сам понимает, да. Потому что, ну, по сути дела, вот подумайте, такую вещь, это не касается именно Александра. Просто, ну, молодец человек, что понял, что ему недостает, да. То, что его тормозило. Чтобы сделать, как мы говорим, вот этот вот рывок, да. Который, в принципе, то время начало чуть больше тратиться, да. Инвестироваться, то есть. Но оно начало инвестироваться. То есть, начали информация превращаться в знания. Ну, я ему написал. Ну, слава богу, что сами увидели. Вот так, как делали сейчас, это и будет движение быстро. Тяжело первый год-полтора. Потом основные базовые знания будут покрыты. И будем сосредотачиваться на мелочах и отдельных направлениях. Все будет идти нормально и правильно. Дайте, начнете писать сходу. Писать сходу, это цель школы. И, в принципе, цель обучения. Писать сходу на любых языках. Ну, я дам там ссылки, которые будут в описании видео. Вы все посмотрите. Как раз с чего начать. И там, и о двух языках. Все это я дам. Теперь, ребята, чтобы вас не затруднять, Давайте перейдем. Я просто показал, что в данном случае Александр, он... Я не знаю, что с ним произошло. Но он, по крайней мере, понял, что надо попробовать вот так. И у него начало получаться то, что хотелось бы ему получаться. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что он писал. Он писал, что хотелось бы метаклассы действительно понимать, легко проектировать. И вот здесь, когда... Смотрите, что у нас было поправлено. По сути дела, первое, что у нас было поправлено, это конкретное действие, это мы начали разбираться в мелочах. Да, вы увидели, да, по переписке. В мелочах. То есть, это пошло уже практика, да, у него ежедневная. То есть, был исправлен метод. Но этого мало. По сути дела, нам... Давайте перейдем... Давайте перейдем... Вот сюда, где я писал. А, да, да, я покажу, как, насколько изменилось... Насколько изменилось его отношение. Смотрите. Вот файл настроек. Очень четко расписана каждая настройка. Плюс ссылочка, да, да, где брать данные и дочитать. То есть, идет понимание, да. Грамотно сетинг. Далее. Пошло RelatedName, да, допустим. Опять. Были данные абстрактные классы. Вижу, начал работать у него вот этот метод на развитие. Он берет абстрактный класс. Абстрактный класс. И RelatedName это то, с чем в Жанго постоянно возникают проблемы. То есть, и начинает работать уже в командной строке. То есть, все рекомендации выполняет. То есть, начинается глубокое изучение. И видит класс. И начинает понимать, что как извлекается. Начинает это делать. Он сам, кстати, усложнил задания. Сначала делал один к одному. Потом делал многие к одному. Потом многие ко многим. Далее я дал несколько домашних заданий. Нюансы, да, которые надо было бы потренировать. Урешение конфликтов, вот выполнение. То есть, все. А теперь давайте суть. Давайте суть. Здесь уже пойдут чисто практические советы. Я бы просто немножко хотел. Да, за это видео я все вам не озвучу. Потому что очень много информации, да, в группе. Итак, смотрите, ребят. Что получилось сделать у Александра? Он начал вопрос изучать в мелочах. Как я говорил, на самом деле базовых вещей не так уж много. Но если есть базовые вещи, да, они касаются языка. Где-то базовые вещи есть в джанго, да. Их мы изучаем и в уроках. Но вопрос, то, что я уже говорил и показывал, то, что наше отношение к коду должно быть на «вы». И мы должны описывать каждую строчку. Идем дальше. Идем дальше. Основы питома. Знаю, какие приложения пишу на джанго. Хотелось, да, выстраивать, обожать код двумя словами, мыслить объектно. Так вот, ребята, вот здесь идет вторая вещь. И это даже не относится к Python, а относится к абсолютно любому языку. Чтобы мыслить объектами, надо еще добавить несколько вещей. Итак, вот я опишу. Мы с вами поправили одну вашу ошибку. То есть обращение внимания на мелочи. Вы взяли в оборот инструменты Markdown и Jupiter. Абсолютно верно. Я это увидел на практике, что Александр показывал далее. Вот он начал работать с Markdown. Сейчас поймете, зачем он. То есть Markdown – это документирование. А теперь давайте разберем некоторые вещи, которые я бы хотел рассказать. Ваша цитата. Вот, да, я привожу. Хотелось бы глубже понять ООП, метаклассы, действительно понимать, легко проектировать, находить взаимосвязи, выстраивать систему, отображать код двумя словами, мыслить объектом. Вот и все сообщения. Я ему написал. Ну, я сразу понял то, что вы хотите, но я ему писал сообщение немножко по-другому. Потому что, какова моя цель была? Мне надо было не дать, чтобы Александр смог сбросить сообщение о своей ответственности на школу. И если, не дай бог, человек сбрасывает ответственность на школу, а не берет ее на себя, то, в принципе, это тоже прогрессный вариант. То есть, ну вот я пойду учиться, и я научусь программировать. Нет. Как вы видели, вся работа ведется на уровне самого Александра. Школа это просто, вот, есть определенный объем знаний, а вот как с этими знаниями обращаться, как делать, насколько скрупулезно, какое отношение иметь, выстраивает именно участник. Вот это я хочу до вас сейчас донести, да? Я ему написал, в конце концов, просто, Алекс, при всем уважении, прошу вас решить, самому нужна вам школа или нет. Лучше всего почитать новости ВКонтакте, и дал там некоторые ссылки, так далее, так далее. Дальше, вы все верно сказали, в коде нужно видеть основные пласты логики, то, о чем вы хотите знать, и говорил Линок Столлайт, да? На самом деле, я давно к этому стремлюсь, и, допустим, я сегодня себя не могу сравнить. Понятно, мы все стремимся к вот этому человеку, да? И здесь, вот его интервью, он рассказывает, вводит понятие, которое я давно в школе ввел, да, но к нему надо прийти. Хороший код, плохой код. Смысл, в принципе, вот такой, да, чтобы вы так сообразили быстренько, быстренько, чтобы вы быстренько сообразили. Так. А где я это делал? Где-то дальше, наверное. А, вот. Принцип такой, чтобы вы поняли, да? Правила хорошего вкуса от Линуса Торвальца, я ему немножко неправильно сказал, делаем код быстрее, проще, понятнее. Так вот, это писал сам парень, который писал этот код. А Линус его просто привел как пример. Я говорю к тому, к чему надо стремиться. И нам надо выработать с вами какой-то путь, чтобы начать это делать. Ребят, смотрите, код сейчас совершенно тоже не важно понимать, важно уловить идею. Когда давал интервью, да, Линус, он два кода, да, обратил внимание. Эти коды выполняют одну и ту же задачу, написанную языке C. Но давайте логически вот сейчас подумаем, да. В первом коде происходило удаление из списка. То есть, грубо говоря, была задействована конструкция if. То есть, есть ли, да, и что делать. Теперь, смотрите. А второй слайд, второй слайд, где не было конструкции if, то есть, просто выполнялось действие. Теперь подумайте. Этот код, он вырван из контекста. То есть, этот код выполняет некую мини-задачу, но в решении большой задачи, да. И, по сути дела, когда данный парень применил конструкцию if и применил удаление, да, а теперь подумайте, сколько лишней работы он сделал. Да, то есть, по сути дела, а что будет при удалении, а что, если там элемент не первый, то есть, по сути дела, пришлось бы описывать еще кучу вариантов. Да, а Linus Torvald, ой, извиняюсь я, Torvald, Linus, я просто буду, сделал этот код гениально простым, где просто выполнялось одно действие. без всяких конструкций, без всяких условий, просто тупо выполнилось действие. И никаких других вариантов здесь не наблюдается. Да? Поняли идею? Всегда надо работать над кодом, да? Над кодом. Сначала я хочу, прежде чем зачитать дальше, показать вам одну простую вещь. Ну, давайте я, наверное, зачитаю, да? И вот здесь, когда Александр, Александр, да, ведь это он проговорил, мыслить объектно, да, ему бы хотелось. То есть, первое, мы с вами говорили, мы поправили, да? То есть, он начал делать правильно. Теперь, не зря мы с вами разобрали пример. Теперь я им пишу, «Все верно, вы сказали, в коде нужно видеть основные пласты логии, то, о чем вы хотите знать, и говорил Линус Товальт. Я тоже этому учусь с вами, только, возможно, мне проще, потому что я это вижу постоянно. И поэтому мне хочется поделиться, как это исправлять». Дальше я вам пишу. Чтобы ваша цель была достигнута полностью, я вам дам ключ. В вашем случае, это надо начать регулярно делать две вещи. Каждый проект начинать с инструмента документирования. И мы видели, да, возможно, понимание Александр догонит намного позже. Вот я говорю, почему, вот сразу, ребят, все помечаем, да, почему вот Асачи начал писать на двух языках, что и для меня, допустим, было нереально в свое время, там, через полгода начал писать. Потому что, вот ему скажешь, надо сделать так. Он делает. Что он там себе думает, я не знаю. Но потом, через время, он говорит, да. И я себе должен пометить, пометить. Сейчас, ребята. Две важные ссылки. Я их сейчас должен открыть. Ребят, два экрана у вас должно быть, два монитора. И не придумывайте. Да, будет удобно. Вы работаете с доками. Кстати, в данный момент сайт может быть по-другому выглядеть, потому что я его переписываю. Ну, просто не быстро идет. Очень много вопросов хочется по-своему сделать. Но наблюдать можно БОВСПБ, он потом просто заменится, да. Новый сайт будет выглядеть немножко по-другому, поэтому, возможно, он выглядит уже так, да, по-другому. Поэтому, не удивляйтесь. А пока я открою, открою старый сайт, и здесь вдохновляющие примеры ребят. Вы сами их прочитаете, я просто открою, вспомните. Миша Беляковский описывал насчет документации, мы будем говорить, да. А Сергей Асачи описывал, вот он не понимал, да, действительно не понимал, но мне на тот момент, когда Валерий Иванович предложил изучение Котлин, я уже начал изучение Питон. Был где-то возле функции правда в четвертый раз. Вот это видите правильно, да, то есть до посинения. Ступился зубами. Я не хотел, но в принципе не хотел терять мобильный рынок и начал. Ну и вы сами прочитаете. Несколько месяцев было все как в тумане, единственное, что я чувствовал, это то, что у меня есть тон информации, в которой я не понимаю, что мне делать. Я вымытан, меня вырубает за компом, руки начали опускаться. Сомнений навалилось нормально. Я думал, что ничего не понимаю, но это только мне так казалось. На самом деле, я все понимал, просто мне еще не открылась вся картина. Картина открылась, сам до конца не осознавая, увидел, что у меня нет разницы между Питон и Котлин. Вот пошел выход человека, в данном случае Сергея, на уровень не языка, а уровень программирования. Я сказал, что в описании видео будут ссылки, все эти ссылки, надо посмотреть видео, все поймете, о чем я говорю. Дополнительная информация. Теперь давайте дальше посмотрим. Нам же надо до истины докопаться. Так. Итак, ребята, смотрите, теперь я хочу кое-какие пояснения дать. Каждый проект начинается с инструмента документирования. В школе я рекомендую Марк Дава. И вот, ребят, теперь задумайтесь, а почему же я рекомендовал и увидел, и почему я дальше начал помогать? Я увидел, что Александр понял и делает. То есть он начал делать. А мне главное, чтобы человек делал. Если человек делает, то есть это является примером для других, то, конечно, я продолжаю направлять, если он делает все домашние задания. Так вот, когда человек документирует проект и совершенно на первом этапе не важно, совершенно не важно, сейчас, где я показывал, чтобы вам было четкое представление. Так, ну и сейчас я остановлю. Вот этот код. это формы джанга, но если вчитаться, да, то видно, что Дима Нак разобрался очень-очень четко. То есть дан ответ на каждый кусочек кода. Ребят, вот тут я скажу, смотрите, ведь помните посыл Александра? Он сказал, хотелось бы мыслить объекта. Объектно. А теперь представьте водителя, да, который говорит, я бы хотел сам обслуживать автомобиль, если я где-то там в пути что-то случилось, я мог определить причину. Скажите, а возможно ли это делать, если вы даже не знаете, не можете отличить, допустим, свечу от карбюратора, ну, я к примеру говорю, что вы не знаете, где-то там впускной-выпускной коллектор, что вы не знаете, где стоит генератор, какие признаки. Ну, понимаете, о чем я говорю? Вот то же самое и в языке. Понимаете, невозможно тотальное мышление или видение кода, если вы не можете кусочек кода объяснить подробно. И теперь, наверное, вы можете в голове прокрутить, что я показывал, вот это вот текущее изучение, вяло текущее, может длиться год, полтора, два, но всегда человек остается на одном уровне. Но как только начинает происходить то, о чем мы говорим, вдруг скачет наверх, и идет постоянный-постоянный рост, да? так вот, и все то, что мы говорим, да, вы просто плюсуете, все, что это все надо делать. Так вот, когда мы начинаем описывать код, первое время мы даже можем не заботиться о техническом языке, он сам придет к вам, поверьте мне. когда вы опишите код в первый раз и через год, это будет совершенно разная интерпретация, вы сами удивитесь. Но, когда этот навык нельзя получить как-то другим способом, не нарабатывая. Поэтому, вот, в данном случае у Александра это абсолютно отсутствовало, и он не мог бы добраться никогда до момента думать кодом, потому что он не пытался его описать. Когда же мы начинаем описывать код, то, что вот я требую в школе, да, ну, у нас таких, у нас, говорю, все, кто хочет, тот делает. Когда же начинает описывать то, о чем мы говорим, у каждого обучающего себя, я говорю, потому что моя задача только направить. Ребят, самое малое, я выполняю самую малую часть, это, грубо говоря, как настройка там зажигания в автомобиле, чтобы оно работало как часы. И здесь моя задача просто, грубо говоря, иди правее, иди левее, иди вот так, и все. А все, что Саша делает, делает сам, согласитесь. Но когда, я обращаюсь теперь к вам, смотрящему, да, видео, когда вы начинаете описывать, у вас начинает внутри, во-первых, нарабатываться база понятий. Ведь понятиями мы потом оперируем, мы потом размышляем признаками, но если их нет, откуда им взяться? Если мы, как смотрели первый код у Александра, да, где не было ни одного пояснения, это, пояснение было такое, это, в принципе, понятно. И МОКС мозг все воспринимал только абстрактно. А я, моя задача была направить, чтобы Александр начал разбираться в мелочах. Именно оперирование идет мелочами. Здесь приобретается, на самом деле, когда мы начинаем описывать подробно, приобретается много плюсов. Я, наверное, даже могу все сейчас не назвать. первый плюс. Мы начинаем себе готовить почву для оперирования кодом. Второй вопрос. Мы начинаем при описании, у нас складывается определенная картина, что делает этот блок. И когда мы видим этот блок, у нас есть в голове четкая установка. Он делает это. И мы просто ищем по отношению к чему он это делает. Если, допустим, там труя истина, то есть мы четко понимаем, что это логическая конструкция и давайте посмотрим, что она делает. Оно делает то-то, то-то, то-то и так далее. Следующий момент, который она делает, она учит вас на самом деле задавать вопросы и понимать документацию. и много другое я мог бы перечислять. Но сейчас не буду, вы сами в себе это откроете. Вам надо понять это всего лишь сейчас как метод. Мое объяснение. Ну, я это объяснил одной строкой, даст вычленить инструменты. Второе, помните, мы с вами записывали, делать все в командной строке. А, ребят, что еще не сказал? Когда мы начинаем документирование, мы начинаем осознавать наш проект, и мы можем размышлять, и он будет развиваться. Делать все в командной строке. Запомните, я вам говорил в начале видео о командной строке. Пока вы не начнете работать с командной строкой должным образом, вы не будете приближать себя к пониманию документации. теперь пришло время разобрать более детально. То, что вы пишете, начать писать метаклассы, это не самоцель. И дело не в метаклассах. Вас тормозило именно то, что вы ни один пример ранее не доводили до конца. Сейчас это устранено. Что значит довести до конца? Это выполнить комплекс. Именно комплекс действий. Написать код, найти в доках все нужные методы и осознать. И в принципе, я же это говорил в школе, но я это озвучил как-то не я, а это озвучил как-то Миша Беляковский. Вот я увидел, что он это хорошо понял. То есть вы здесь почитаете. Понимаете, есть два способа изучить доки. Первый способ это мы заходим в документацию и пытаемся понять, что здесь происходит. Не получится, не работает для новичка. По одной простой причине, что документация всегда составляется для человека, который владеет библиотекой в совершенстве. Документация это не обучение, это просто подсказки. но если мы идем от приложения к документации, то есть по сути дела в приложении мы понимаем, что делает этот компонент, то нам достаточно потом посмотреть документации, найти этот компонент, посмотреть, что его окружает. И мы начинаем понимать. Вся проблема в том, что это надо сделать постоянной привычкой. Тогда будет работать и обратная. Вы будете со временем читать доки и понимать, что происходит. Но давайте все сочетаем. Найти методы и осознать прописать код в Markdown. То есть мы с вами это уже рассматривали. Вы это ранее не делали, то есть сейчас вижу, вы описываете код и проговариваете мысль. То есть пошел процессор, разбивания кода на мысли, на действия, на отношение одного к другому. То есть вот этот процесс пошел. Что я что-то сложное рассказываю? Просто мы меняем отношение к обучению. То есть каждый код у вас в голове имеет теперь что-то конкретное, а ранее вы довольствовались общим пониманием, что и заводило вас в тупик. Думаю, то, что я описал, сделайте привычкой, и у вас начнет приходить первое размышление кодом. Мы немного подправили вас и самообучение. Теперь у нас вырисовывается другая вещь, которую нужно поправить сейчас. Чтобы начать размышлять кодом, нужно в первую очередь для себя определить понятие «хороший код», «хороший код», «плохой код». По сути дела, мы сейчас можем даже опустить хороший код, плохой код. Вы к этому потом сами придете. Вот сейчас я вам хочу довести немножко другую мысль. Смотрите, у нас есть, например, вот это у нас блоки кода. Пусть это будут там некие функции, но не важно что. Блок кода. это блок кода. Блоки кода. Все эти блоки кода составляют веб-приложении некую программу, ну, не важно что на самом деле составляют, они составляют какую-то логическую вещь. И по сути дела по сути дела выполняется как одно целое. Смотрите, а давайте оттолкнемся от того, что ведь писал Александр такую вещь, что хотелось бы понимать. И то, что говорил, о чем говорил Линус, да, Линус, он говорил примерно следующее. Вот мне нравятся люди, которые понимают пласты кода. Например, например, у нас вот это и вот это блок так ну, ладно, пусть вот этот блок основной. Да, остальные обслуживающие, но тем не менее, если мы посмотрим на каждый блок кода, сейчас код нам не важен, он выполняет какую-то задачу определенную, правильно? то есть он выполняет блок кода задачу в общей задаче и видение вот этого блока кода в общей задаче это и есть видение пластов, да, как говорил Линус. Мы ранее с вами рассматривали пример, который приводил Линус, да, где было сначала конструкция if, а потом он ее переписал без if, где делалось действия. Так вот, нам с вами надо ответить на вопрос, потому что принципиально, я так понимаю, вам понятно, но как к этому подойти практически? Вот давайте отвечать на вопрос. Ответ очень простой и он в принципе заложен философию Python, философию Python, но я вам рекомендую его применять ко всем языкам. сейчас мы придем к этому. Все сводится, это мы опять говорим о интервью Линуса, общая задача, весь код, конкретный кусок кода и отношение его к общей задаче. то, что мы рассматривали, как этот код относится к общей задаче. Там как раз рассматривается вариант, что автор вместо того, чтобы решить одну задачу, создал if-else, то есть настолько усложнил себя задачу другим людям, и как Линус Толлт, неправильно я назвал фамилию, извиняюсь, это и хотел сказать. Вот мне нравятся люди, которые понимают слои кода. Я взял пример Линуса, потому что это к тому, к чему все мы должны стремиться. Ребята, согласитесь, таких программистов очень мало, и к ним надо стремиться. и так я поэтапно делаю школу. Теперь важно понять, с чего начать. Давайте поработаем вот с чем. Есть две базовые вещи, на которые должен обратить внимание любой человек, изучающий языки. И наконец-то взять в расчет философию Питон и применять его к другим языкам. Одна функция, одна задача. И строго этого придерживаться. По крайней мере, на первом этапе лучше всю жизнь. В чем была ошибка в том коде, который мы рассматривали ранее, да? То есть здесь была введена конструкция if, а Linus все решил несколькими строками без разных вариантов. теперь посмотрим пример. Если вы начнете писать код и возьмете за правило, в любом языке, который мы изучаем, есть понятие функция. А функция в классе это есть метод. Опять же, это та же функция. Так вот, начало всегда лежит именно здесь. Если вы возьмете обучение Kotlin, то там мы работаем с функциями. В Python я говорю, надо начать с функции. Ребят, вот вам и ответ. Вот вам и ответ. Давайте его как-то более конкретизируем. Только в этом случае у вас в голове начнет хаос превращаться в порядок. второе правило. Вот это первое правило мы сейчас конкретизируем ниже. Не останавливаясь писать на втором языке, чтобы постоянно работало сравнение, и вы вышли на уровень над языками, и думали с позиции программирования целом, а не с позиции языка. Ребят, я много об этом говорил, еще раз скажу, в описании видео и ссылки посмотрите, просто не хочу сейчас об этом говорить, уже устал, вижу, что устал уже сам долго объяснять, но надо уже довершить начатое, да? Вам просто надо будет просмотреть, и вы много чего узнаете. Например, я все дам в описании видео, все посмотрите. задача, ребята, проблема всегда не в метаклассах, и не в делании там, что мыслить объективно, проблема всегда в корне, не полное и неправильное понимание базы языка. Поэтому здесь я Александру даю рекомендацию проделать уроки, а именно вот эти. Это в школе, в группе, это самостоятельная работа. То есть теперь вы должны для себя понимать и взять следующую цепочку, что вот этот подъем не нечто абстрактное, вот как мы говорим, а мы говорим о конкретных вещах. Он происходит почему? Первое, потому что вы как заметили, Александр начал расписывать код. То есть у него начало формироваться понимание кода, описание кода. И при этом описании, ведь он описывает действие кода. И заметьте, ребят, очень важный момент, сейчас закончу ту мысль, потом начну новую. Очень важный момент. В этих описаниях, то, что мы раньше рассматривали, это важно. формируется отношение между собой методов или функций. Это важно. Теперь, ребята, смотрите, на самом деле, если вы откроете любую библиотеку, любую документацию, то что вы увидите? Вы увидите в основном, ребята, методы. То есть, по сути дела, это те же функции. Класс тоже будет состоять из методов, просто из функций, да, только они будут называться методами. Но в любом случае, это набор в основном функций. Значит, в основе, ребята, лежит функция. И если есть хоть малейшее непонимание работы с функциями и невозможность вычленить эту функцию, или вы задумываете, смотрите, смотрите, например, и думаете, а что это такое, да, хотя мозг уже должен был считать автоматом, что это аргументы, а в Котлин это были параметры. И что они обозначают в данном случае, да, где что искать. То есть, это, вот я, я, я бы уже для себя понял, что надо искать. Для меня было бы сразу понятно, что здесь множественное наследование, что это базовый класс, я знал, что он именно базовый класс из методов, мы его наследуем от джанга, а это то, что я сам написал, ну, а нет, это я взял в библиотеке. Вопрос в том, что я это считал, но если вы не можете это вычленить, не можете прочитать этот код, а это обычное, обычное, ребята, здесь, да, здесь расписано джанга, да, просто ограничение по группе, да, но, ведь код написан на Python, и он идет от обычного простого понимания функций, здесь можно поправить, но не обязательно, да, это просто была ошибка, да, вот так сделать, так будет правильно, так вот, к чему я говорю, давайте все-таки заканчивайте и к чему-то приходить, и так повторюсь, дело не в метаклассах или классах, дело все в базовых вещах, функция это королева программного кода, а в классе, как вы знаете, функция просто называется методом, так вот, нужно начинать оттуда, откуда ноги растут, с функции, и с учетом тех поправок, которые я указал ранее, да, то есть мы вспоминаем о том, что мы рассказывали, как Александр начал документировать код, все это складывается в одно, и дальше правило, то есть одна функция, одна задача, ребят, смотрите, когда мы на самом деле, когда вы будете оперировать, вы будете оперировать в основном классами, либо функциями, да, либо там переменными, но в любом случае они будут участвовать, скорее всего, в методах, либо функциях, у вас функция, вот вы начали, да, и допустим, вот помните, Сережу я показывал, Ласачева, мы читали, проходил функции в четвертый раз, если вы сегодня один раз прошли функции, да, а уже залезли в классы, ребят, вы в полном дерьме, вы не в языке, вы в дерьме, знаете почему? Потому что вы просто-напросто тратите время, а вот я еще не хотел писать видео, но мне хотелось вам помочь, да, поэтому подумайте, вот насколько грамотно сделал Александр, и начал все-таки поправлять, да, и как все начало меняться, картина, вы так хотите? Хотите и можете, ай, ёб твою мать, а что, блядь, я что-то сложное рассказал? Ха-ха, в том-то и дело, сложного ничего не было, просто я меняю, вот в этом видео проходит большой скачок, я меняю ваше отношение к вашему же самообучению и программированию, так? Так, ничего сложного, согласитесь, все очень просто, поэтому начинать вы будете с того, с того, что я сказал, и сейчас будет сказано важное или архиважное функция и типы типы данных, список, слова и так далее, так вот, ребята, информация по функции мало удовлетворится, что вы понимаете, блядь, блядь, да посинение нахуй изучить, по-другому не получится, вот синеветь, вас зовут на кухню, есть, а вы говорите, а что сегодня у нас на обед, аркс или кваркс, вот так, до дурноты, до то, чтоб снилось, да чтоб хреново уже было, да чтоб вместо двери видели функцию, понятно, надеюсь, понятно, ну, по-славянски, извините, по-другому иногда не доходит, надо говорить так, так вот, ребята, есть важные вещи, функции, типы данных, они должны отскакивать, они должны сниться, от них должно быть хреново, от них должно рвать, вот тогда будет результат, давайте, давайте, так, а теперь прочитаю это на нормальном человеческом языке, так вот, начинать нужно оттуда, откуда ноги растут, с функцией, с учетом тех поправок, которые я указал, то есть, одна функция, одна задача, запомните это правило, да, в классе то же самое, да, это, по сути дела, метод, это и есть функция, давайте за дело, там жизнь поскажет слабые места, я это не зря посказал, вот те, кто делает в школе постоянно, можно поправить, и поправить конкретно его, но я знаю, в данной ситуации, это проблема многих ребят, да, поэтому думаю, что поможет, типы данных функций, в них не должно быть пробелок с первых шагов, то есть, вы должны это изучать настолько круто, что, я сказал, до синевы, до посинения, почему в школе есть материалы, где мы натаскивали, да, то есть, по сути дела, показывали, тут здесь много уроков, только надо не смотреть, там, что Асачи проделал, а все это дело взять и прописывать, вот идеальный вариант, вы новичок, проделали пример, найдите, ну, пусть не 10, да, если поджанга, то находите 10 примеров, кроме этого, вот вы прописали, самостоятельно найдите в интернете 3-4 задачи с этими примерами и перепишите на свой лад, вот тогда вы поймете, да, поэтому нарабатываем это, я хотел сказать, что есть видео урок, это один шаг, есть отношения, о которых мы говорим все это видео, и есть методы обучения, то есть, видео урок посмотрели, переписали, дальше идет самостоятельная работа, да, которую мы и делаем, плюс идет второй язык, плюс идет написание реальных приложений, и так далее, и так далее, ну, много советов в школе, все их надо слышать и понимать, тогда будете писать, так, и теперь коснулись еще одно, и наша с вами практическая задача постоянно переписывать код, пока не будет найдено самое короткое и простое решение, но это, то я опираюсь на линуса, да, ну, и дальше рекомендация, другие ребята, новички, делаем то же самое, давайте теперь постараемся коротко, коротенько минут на 40, сложить это в какую-то единую систему, мы вначале начинали с командной строки, давайте попробуем здесь командную строку, чтобы у нас этот рывок как-то случался, да, мы уже кое-что узнали, давайте складывать, то есть, если надо, вы прослушаете еще раз видео, но я говорю, в школе таких видео много, каждая в себе несет, да, сегодня вот рассмотрена такая ситуация, чтобы пойти на прорыв, да, вот этот прорыв, первое, что, лучше быть в группе в школе, ребята, пока вы там, много ребят приходит, да, там, где-то ребята сами учатся, это одно, когда вы варитесь, вы видите, вот увидели код того же Димы Нага, где мы рассматривали, где он формы, рассмотрели, и через час у вас формы Джанго очень четкие и конкретные, да, это круто, согласитесь, и вы постоянно видите, там человек Марк Даман завел, там так, вот, сообщение об этом видео я тоже отправлю в группу, и получается, что, конечно же, эффективность очень большая, давайте сделаем так, ну, мне уже лень рисовать, если честно, я уже обленился к концу видео, но есть видео урок, да, в школе их уже, наверное, больше 17 суток, но очень много, видео урок это только начальное, да, дальше мы, что делаем, мы начинаем работать, работа, и дальше вот мы с вами рассматривали, да, я уже не буду писать, мне просто скажу честно, лень, да, я это знаю, но вы слушайте, мы рассматривали все это видео с вами, вот, когда рассматривали на примере Александра, которому респект большой, да, его пример великолепно, то есть, это, это, он, человек сам себя, понимаете, сам себя начал лепить, и это в ваших руках самих себя лепить, мое дело маленькое, только, грубо говоря, пальчиком подтолкнуть, вот туда надо идти, да, а вот ваше дело услышать и понять, зачем идти, то есть, все время осознанный, да, процесс, дальше начинается работа с кодом, как я говорю, пишите код, здесь мы с вами рассматривали, что расписывали код, включали командную строку, потому что вот здесь, если мы не включим командная строка, то в принципе, все превращается в тыкву, с командной строки, начинается программирование, не надо бояться того, что новичок пишет командную строку, и думает, а нахрена я это все делаю, все равно ни хрена не понимаю, ну и сдлег я данные, ребят, все придет, тем более в школе будем этим заниматься серьезнее, тем более, смотрю, ребята занимаются, вы рано или поздно поймете мысль, что в командной строке показывается основное действие, ну например, джанга это извлечение тех или иных данных с базы данных, все остальное вы должны достроить в голове, то есть, как вы напишите функцию, куда эти данные будут переданы, там в html файл, все это основное должно быть достроено, а если вы будете писать, допустим, ну про джанга возьмем, в командной строке извлечение файл, то должно быть достроено то, что мы говорили, работа с таблицей, но у вас в голове рано или поздно выстроится, это полная картина, отсюда идет начинание, вот важно, да, о чем говорили, видео, начинается соображение типами данных, да, или то, что будет происходить в функции, поэтому, ребят, ну, вы много для себя откроете, так, спокойно только, блядь, просто начните делать, и пиздец, все, что надо сейчас уяснить, думаю, очень понятно объяснил, просто начните делать, не надо, сейчас задавать вопросы, а что будет происходить, а как, а где, а почему, просто берем, и каждый день работаем с командной строкой, как это делал, Александр, где он делал, сейчас найдем, вот, вот, класс, вот командная строка, вот класс, вот командная строка, остальное в школе, ваша основная мысль сейчас была понять, что просто надо начать работать, не начали работать, нахуй программирование, бросайте, но не говорите, что вы не можете, я в этом видео не рассказал ничего сложного, ничего, что вы раньше не делали, просто я рассказал, что можно учиться эффективно, за короткое время, овладевать несколькими языками, по сути дела, рассказал метод, и попытался объяснить, командная строка, запомнили, так вот, вот эта работа, дальше начинается, она ваша, дальше мы с вами расписывали, да, расписывали, изучали в этом видео, мы метод, да, то есть, начинали мы видео с того, что разговаривали, что мелочи, да, то есть, документирование кода, чтобы вы понимали, к чему эти мелочи вели у нас, ко многим, то есть, наработка отношений между частями, понимание функций, ну, в общем, много, каждый откроет то, что ему не хватает, 100%, дальше мы с вами говорили о том, что надо, каждый проект начинать с документирования, то есть, эти мелочи где-то, мы выбрали инструмент, Markdown, да, пошло, дальше мы с вами говорили, что надо начать практическую самостоятельную работу, в конце концов, в школе, да, с функциями, да, то есть, все идет сначала в функции, что есть базовые вещи, которые, есть базовые вещи, которые и называются функция, и типы данных, а к ним, конечно, будет цепляться, это, это и импорты, и работа с пакетами, и так далее, и так далее, и так далее, почему, потому что, потому что, в школе недавно парень задавал вопрос, вот у меня нормальный вопрос, но не получается файл, да, там, у него, не помню кто, с ребят, не получается импортировать файл, понимаете, я бы мог сказать, вот надо сделать то-то, то-то, то, а я ему сказал, тебе надо пройти три темы, работа с файлами, импорты, и еще одну тему задал, там, сейчас не посмотрю сообщение, и это решает проблему, и сопутствующий раз навсегда, да, то есть, видите, в данном случае, и так построен интернет, зачастую большинство людей, чем отличается наша школа, мы стараемся всегда решить, найти причину, и решить причину, да, чтобы получить эти знания, конечно, когда вы будете там писать проекты, вы будете использовать, искать просто кусочек кода, это нормально, но я говорю сегодня о самообучении, если мы инвестируем время в самообучение, то мы как раз с вами рассматриваем, как это делается, я все сейчас не пишу, потому что сказал, мне лень писать, вот честно, я уже разотраженный и злой, потому что затянул это видео, но тем не менее, надеюсь, оно вам принесет пользу, так вот, ваша работа, и все, что мы говорили в этом видео, да, в этом видео, что, голове у себя определить, начать определять, то есть, посмотрели, а что делает программа, а что вот делает этот кусок кода, могу ли я его переписать, эти вопросы надо начать задавать, кто, скажите мне, кто их будет задавать, вы, но, этот вопрос, когда вы только начнете задавать, вдруг вы поймете, что, ага, я действительно то вижу, на самом деле, общую цель, и действительно, вот этот код, но здесь надо, очень четко опираться на одно правило, ребят, начните на него опираться, одна функция, одно действие, да, там, но, может быть, расписано много вещей, да, даже как и здесь было расписано, смотрите, то, что мы рассматривали, да, смотрите, Линус, что рассказывал, да, здесь же происходило, вот, одно какое-то действие, только в одном случае, была задействована конструкция, и в которой давала еще кучу вещей, вместо решения вопроса, то есть давала кучу гемора, да, что надо было бы расписывать, а Линус расписал код таким образом, что, в принципе, решалась конкретно эта задача, вот это наша цель, да, упростить код настолько, настолько, чтобы просто решалась эта задача, и больше ничего не нужно, понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что этим вопросом должны задаваться вы, а не кто-то другой, и этим надо начать заниматься, но, когда я вам сказал, что это все начинается с функции, с типов данных, то я вам сказал, помните, я же кричал там на вас, Ребята, запомните Функции типа данных Вот сейчас Да, вы занимаете год программирования Полтора Да, застряйте, возвращаемся У вас все должно отлетать Все должно отлетать Ни одного Как работает функция Все вырыти Пишите до посинения Отсюда начнутся ноги расти Отсюда пойдет правильное понимание Если вы учтете то, что я говорил В этом видео, то вы откроете Еще много чего для себя Начнете видеть намного больше Чем я вообще вам сказал И вы сильно рванете вперед Но ведь секретов много Надо быть в школе, ребят Вот и все Все, я бы хотел Наверное еще много сказать, но я уже хочу кофе Честное слово, я уже сижу И сам на себя злюсь, что я затянул это видео Так Дам ссылку В описании, что дам Остальное в школе узнаете Для тех, кто начал с этого видео Ребята, коротко Начинать надо с сайта Он будет, скорее всего, скоро по-другому spb-tut.ru Python Django Второй язык, который я говорю Рекомендую Это котлин подцепить Да себе И в описании видео Почитайте Зачем изучать два языка Ну, будет только польза Все, ребят Спасибо за доверие Да, сайт будет для вас вот так Получить пожизненный доступ Все получится, ребят Обязательно получится Продолжение следует...